Еще 209 ставропольцев извлечились от коронавируса. Всего болезнь победили 13 315 человек. Об этом сообщил Владимир Владимиров. Каждый день проводятся тесты, позволяющие выявлять новые случаи заражения. С марта медики проверили 632 тысячи таких исследований. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 163 жителей края. Владимиров подчеркнул, до конца года регион получит еще 1213 комплектов вакцины. Первыми смогут сделать прививки те, кто сейчас входит в основные группы риска. Это врачи и учителя. Губернатор также призвал земляков соблюдать меры профилактики и выполнять рекомендации специалистов Роспотребнадзора. В Новопаловске создадут новый парк. Средства на благоустройство в крае направит Москва благодаря победе в федеральном конкурсе и предложении по созданию комфортной городской среды. Местные власти уже готовят все необходимые документы для строительства. Как идет работа, проверил губернатор Владимир Владимиров во время рабочей поездки в Кировский округ. Парковая зона займет почти 2 гектара на берегу Куры. И новое общественное пространство, по задумке, должно удовлетворить потребности горожанина любого возраста. Очень бы хотелось территорию под Надрекой превратить в хорошую площадку для отдыха, для того, чтобы нужно было пройтись вдоль реки. Очень бы хотелось насытиться здесь большими детскими площадками, вне сомнения спортивными воркаут-площадками, добавить сюда элементы велотеремкура, добавить сюда же еще, конечно, роллер-дром необходимо. И это все в очень кратчайшие сроки до конца следующего года. В 2020-м высокоскоростной интернет получит 321 социально значимый объект Стаброполья. С начала года волоконно-оптические линии связи провели в общеобразовательной организации ФАПы, а также в подразделениях противопожарной и аварийно-спасательной службы. В 2021 году запланировано обеспечить доступом в сеть еще 1419 соц. объектов региона. Работы выполнены в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В Кисловодске обустроили специальные площадки для игры в бадминтон в физкультурно-оздоровительном комплексе. Там можно будет проводить профессиональные соревнования, за которыми смогут наблюдать до 400 болельщиков. В регионе бадминтон набирает популярность у молодежи. Строительство площадок прошло в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Ставрополь украсит новая зеленая зона. Долгострой на улице Бруснево снесли, а на его месте по просьбе местных жителей высадились саженцы кленов. Судебные тяжбы продолжались не один год. В результате администрации города удалось добиться демонтажа. К высадке подключились и сами ставропольцы. Редактор субтитров А.Семкин